Российские врачи в Сирии организовали медицинский отряд. Они рассказывают, что самое сложное во взаимодействии это языковой барьер. Но несмотря на все это, наши специалисты постарались восполнить все пробелы в знаниях сирийских специалистов. В больнице Алеппо сейчас очень не хватает квалифицированных врачей. В медицинском отряде мы развернули дополнительные функциональные подразделения. Мы оказываем и исследования лабораторные, и УЗИ диагностика, и педиатрический кабинет открыли. Проводим там операции одного дня, хирургическое вмешательство. Развернули реанимационную для пробуждения после операции. Российские врачи договорились о сотрудничестве в больнице Райзи в Алеппо. Там для них выделили операционную. Но также наши медики проводят здесь и консультации для своих сирийских коллег. Пациентов очень много, а специалистов на них на всех, конечно, не хватает. Особо остров помощи нуждается отделение нейрохирургии. Раньше там было четыре оперирующих хирурга, но трое уехали за границу. И единственный оставшийся просто физически не может помочь всем желающим. Сирийским врачам удалось спасти ранее. Несмотря на его тяжелое состояние, теперь в его транспортировке нет нужды. И все необходимые процедуры, по сути, можно провести прямо на месте. Единственное, чего пока не хватает на месте медикам, это шантирующая система. Многие вопросы взаимодействия российских и сирийских врачей курируют лично министр здравоохранения Алеппо, например, спорные, которые касаются обмена лекарств. Мы с собой привезли порядка шести тонн лекарственных препаратов. Сейчас, в ближайшее время, нам еще должны довезти. И, в принципе, у нас проблем с ними нет. Многое уходит, конечно, на акции, потому что там медицины вообще нет, местной медицины. И в основном мы стараемся дать лекарственные препараты на весь период лечения, потому что акций много, и мы в следующий раз можем приехать аж через неделю. Поэтому мы стараемся дать побольше, чтобы побольше помочь местному населению. В Сирии, конечно, есть много заводов по производству медикаментов, но в них готовят не все лекарства. Теперь из-за войны многие из тех, которыми раньше Сирия могла себя обеспечить сама, просто не производятся. Те, которые раньше закупали за рубежом, из-за санкций не могут завозить. Особый дефицит в стране у инсулина. Продолжение следует...